всем привет друзья наконец-то вот я выпустил своих поросят своих вьетнамцев на вольный выпас вот такой вот у меня участок соседский выгоняя сюда ждал пока вырастет трава травка подросла вот крапива хорошая полевик хороший поляк так называется по моему замечательно немного ждал не выпускал вот тут вот этот пролет зимой сломался я ждал когда сосед его загородит сосед копает огород вот этот забор не ремонтирует терпел терпел я и не вытерпел пошел сам забор этот загородил хотя это забор не мой абсолютно загородил дырки заделал обратно пролет этот приколотил выпускает соседу будет стыда и выпустил своих поросят поросята вообще раздолье приводит осталось поросят у меня немножко всего три свиньи один малявка и хряк есть еще два там крючка небольших на место еще не кормил сегодня они у меня тут не закрываются не загоняется гуляют свободно и ночь и день то есть больны своих передвижениях место тут достаточно суток наверно пять раздолье на пять свиней хватит тут травы паза глаза отъедятся на славу идите ешьте давайте 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 кушайте вон посмотрите какая трава какая сочная травка молодая давайте наяривать кушать и вот молодец когда первый раз выпустил до кони тут аж чуть не на головах не на стелись на скакали бесились какие хорошие чё ждете ждете порцию трубей сейчас пойдем накормлю вас от рублями так ну вот поросят накормил все едят сейчас перевел их на одноразовое питание утром кормлю вечером весь день и вечер на траве травы много пусть едят траву если кормить постоянно одними отрубями не травы их не будут атакой на траве миссона растят жиром не заплывут и корма сэкономим малявка тоже наяривает не стесняется на глючи лезет не боится всех отталкивает растет потихоньку набирает заметно первые месяца два ее кормил полтора месяца кормил ее стартовым комбикормом для поросят хорошо взялась хорошо пошла была маленькая считаю после перенесенного вот этого стресса когда свинья ее бросила как бы она здорово потеряла своем начальном развитии ничего потихоньку нагонит за лето я думаю вырастет зиме будет нормально свиньёха на мясо пойдет все мирно дружно питаются кушают ладно пойдем кормить нашу птицу банита вам привет всем передает наша девочка передает вам привет поздоровайся 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 ай ты молодец хорошая девка бонька у меня вообще золото да абонита хорошая девочка хорошая сегодня погуляемся с тобой так поставил к птица рыбку заказали мне копченую скумбрию вот 5 рыбин 4 килограмма крупная хорошая ну целые рыбины соответственно были с головой с кишками 4 проветривание вентилятор проветриться и закоптим нашу рыбку новое пополнение наших перепелов вот такая куча у нас вылупилась 145 это примерно штук 140 145 судя по яйцу оставшемуся где-то примерно так отхода отхода только один цыпленок ни одного шпагатика нету один цыпленок только в первые там часы погиб из яйца видать плохо вылупился и погиб все остальные все целые здоровы все замечательно кормим их пока 2 стартовый комбикорм для цыплят богдановичского завода водичка обычная чуть-чуть добавляю единола потому что жарко единол как бы дезинфицирует чуть-чуть не будет совсем несколько капель на на баночку чтобы чисто дезинфицировать воду сейчас заложил по новой новый свежий инкубатор кирасе ездил в город взял на обновление крови манжурских и техасских бролерных как сказал продавец техасские бролерные привезены из казахстана крупная порода но при мне вынесла несколько особей взрослых весело 350 380 грамм тушка весит как бы крупные нормальные перепела я мои техассы начали немного мельчать мельчать чуть-чуть вот они сидят поэтому я решил немного кровь обновить немного помешать чтобы тела у меня были покрупнее это партия у меня часть пойдет вот эти черники обновлю на яйцо по голове не сушки уже достаточно поистрепались ну-ка перестаньте не сушки достаточно поистрепались по это японские перепела вот эти черники поэтому надо немножко обновить по голове вот этих я для этого и вывел остальные какие-то пойдут на нанесу шака какие-то пойдут часть пойдет на мясо на мясо хочу развить свое поголовье сейчас у меня в данный момент в данный момент примерно 300 штук до 300 штук осталось вот две клетки эту клетку я вырезал оставил там две семейки две семейки оставил ну если что где-то вот тут на замену на замену пойдут вот это вот этим манджурцам а остальных всех вырезал на мясо хочу поднять поголовье примерно до 600 700 штук может до 1000 не знаю как хватит у меня возможности хватит у меня времени на это в принципе такой план и есть хочу расширять данный курятник прорезать буду вон там вот там дальше дверь часть свинарника так как поголовье у меня у свиней сократилась им достаточно будет одного нового свинарника а старый свинарник хочу забрать под птичник здесь вот прорежу дверь будет проход ну соответственно уже тут все перепланируется ну и будет я думаю нормально вместо достаточно будет еще 4-4 клетки перепелов поставлю для индюков будет место кстати вот наши девушки наши красавицы накормил напоим я тут еще лучка скажу на ру и все и будет ребятки растут важные такие стали персонки для красоты кучкуется вот в этом углу тут поближе к лампочке поближе к свету там еще место достаточное на жердочке все сидят отдыхают так ладно ребята закрываю вас давайте 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 пальцы не сути щели на этом друзья все вот такое у нас утро 12 и 2018 года на часах еще 7 утра все дела по хозяйству сделаны коптильня наша готова уже к копчению на градуснике 70 градусов сейчас еще рыбка часик повисит пока птица и будем зажигать щипы вот засыпал всего пол пол емкости дымогенератора хватит часа на полтора-два как раз для копчения нашей рыбки и и вот еще у меня с прошлого задела осталось вот еще на раз на раз покоптить и того и того хватило на четыре раза все хорошо тепло температурка грелась дымогенератор почистил все готово к работе все готово к работе так ну вот у нас такая рыбочка получилось вот такая скумбрия горячего копчения коптил ее при 60 градусов полтора часа наверное еще на чуть-чуть поменьше даже коптить либо температуру меньше делать либо меньше времени коптить и в принципе в принципе удалось пробу сняли уже офигенная крупная кассе люди скумбрия листик не убрал какая разница копченый или копченый такая рыбка красота на остатках дыма вот заложил еще яйцо перепелиные закоптим сейчас яички посмотрим что у нас получится горят вкусно вот такой деликатес получился такое яичко по вкусу напоминает косички от копченые продаются ну конечно немного вкуснее а вот что-то что-то подобное очень вкусно под пивко это блин вообще классно немножко подсохли ну она как бы даже и лучше мягонькие не такие а вот эти вот вообще деликатес магазине вот такого не купите офигенно вообще вот яйцо вообще даже запаха и вкуса яйца нету вот напоминает сыр копченый который косичках продается что-то что-то близкое все равно все равно это другой продукт более естественный более натуральный классно будем и впредь делать такие вкусные вещи увидимся в следующих сюжетах подписывайтесь на мой канал всем пока